Представители общественности страны приходят на аллею почетного захоронения, посещают могилу великого лидера, чтобы с глубоким почтением почтить его память. Там также находится мой коллега Сулейман Калимулин. Сулейман, здравствует тебе слово. Здравствуйте, Эльнара. Наша съемочная группа сейчас находится на аллее почетного захоронения. Я напомню, что в этот день, ровно 19 лет назад, не стало великого лидера Гейдара Алиева. Безусловно, это большая потеря не только для Азербайджана была, но и для всего тюркского мира. Я отмечу, что Гейдара Алиев пришел к власти в весьма непростое, очень сложное для Азербайджана время. И страна столкнулась с военной агрессией вооруженных сил Армении, внутривластными распрями, тяжелым социально-экономическим кризисом. Азербайджан нуждался в лидере, который смог бы все это устранить. И народ был уверен в том, что великий лидер Гейдара Алиев был человеком, который способен вывести Азербайджан из того положения, в котором он оказался. Хочу отметить, что помимо грамотной и мудрой внешней и внутренней политики, великий лидер Гейдара Алиев принимал неотложные меры для освобождения Карабаха – предотвращение военной агрессии Армении. Гейдара Алиев уделял важное место тому, чтобы Азербайджан был представлен на всех международных организациях. В сентябре 1994 года Гейдара Алиев совершил поездку в США, встретился с президентом Америки Биллом Клинтоном, генеральным секретарем ООН Бутерсом Гали. И выступавший на 49-й генеральной ассамблее ООН Гейдара Алиев с высокой трибуны еще раз довел до международной общественности о армянском терроризме, царившем на территориях Азербайджана. Таким образом, шаги, проведенные Гейдар Алиевым с первых лет второго его периода руководства Азербайджаном, обеспечили укрепление независимости азербайджанского народа и позволили стране занять достойное место на международной арене. Во всех своих встречах и выступлениях президент Азербайджана привлекал внимание к агрессивной политике Армении и оккупации азербайджанских земель, отвечал на заданные ему вопросы, апеллируя историческими и научными аргументами. Внешнеполитический курс великого лидера приносил свои плоды и число дружественных государств увеличивалось. Результатом этого стало все больше и больше стран поддерживали территориальную целостность Азербайджана, а агрессивная политика Армении осуждалась. На всех своих встречах и выступлениях в Брусселе Гейдар Алиев обращал внимание на то, что 20% территории Азербайджана оккупированы Арменией, а также критиковал бездействия тогдашней Минской группы. Например, великий лидер, выступивший с заявлением на церемонии подписания рамочного документа, партнерство во имя мира, сказал, что Азербайджанская республика со своей стороны делает все для поддержки деятельности Минской группы, создавая для этого всевозможные условия. В апреле 1994 года вновь усилилась военная агрессия Армении против Азербайджана и задачей номер один было преодоление непрекращающихся атак противника. В связи с этим Гейдар Алиев лично отправился на прифронтовую зону и ознакомился с ситуацией. И именно благодаря усилиям лидера Гейдара Алиева 12 мая 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. Таким образом, можно смело отметить, что первые шаги к возвращению Карабаха были сделаны именно великим лидером Гейдаром Алиевым, так как он доносил до мировой общественности всю информацию о армянском терроризме на территориях Азербайджана. На данный момент проходит церемония почтения памяти с Гейдаром Алиевым. Сюда приходят сотрудники государственных органов, возлагают цветы, чтут память. С самого утра сюда приходят люди, чтобы возложить цветы. На этом у меня пока все. Передаю слово вам, Эльнара. Ну что ж, спасибо, Сулейман. Я напомню, на связи со студией из Аллеи почетного сохранения был мой коллега Сулейман Калимуллин. Субтитры создавал DimaTorzok